Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол. Это жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Ювенту. Сегодня два интересных матча. Первый это против Рома, второй против Хелос Вероны. Первый намного больше придает антуражу к сегодняшнему выпуску. Тем более в предыдущем матче Криштиан Роналдо забил 4 мяча. Ну что же, поехали. Матч Ювентус-Рома. Поехали. Итак, Криштиан Роналдо наконец-то попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата Италии, потому что три игрока разделяют первую строчку. Это Марио Манджукич, Криштиан Роналдо и Иван Перешич. Вот они. Три игрока, которые забили уже за сезон по 11 мячей, при том, что из этих трех игроков двое игрока из Ювентуса. Итак, много было разногласий, что Манджукича вообще могут продать после того, как приобрели Криштиан Роналдо. Но Манджукич напоминает о себе и говорит, что он готов играть наравне с португальцем. Пока что у него это получается. Алисон. Матч Юди. Палу Дибала. Отлично. Рома идет на 13-й строчке. Что не так с ней? Бэйл. Какой шикарный гол. Головой забивает уэльский футболист. И 1-0. Ювентус уходит вперед. Игорь Чен Роналдо. Автор голевой передачи. Вот она, мадридская связка в Ювентусе. Третий гол Гаррета Бэйла. И Унде. Шикарно пробивал. Но Алисон, кстати, встречает это против своей бывшей команды. Дибала. И гол от Паула Дибала. Какой шикарный гол. Забивает аргентинец. 2-0. Ювентус увеличивает свое преимущество. Благодаря голу аргентинского футболиста Паула Дибала. Называет его замена Месси уже. В столь юном возрасте он шикарно уже так играет. Здесь вот. Аккуратно ногу даже сильно не замахивая. Но силы для этого удара у него хватило. Можно сказать, перебросить там вратаря. И вот она наконец сработала. Такая связка. Роналдо Дибала. Пятый гол. Дибалы в сезоне. В принципе им это можно. И Роналдо наконец-то забил Криштиану. 12-й гол Криштиан Роналдо. В таком топ-матче обязательно должны быть голы. И как раз от Криштиана Роналдо. Шикарно здесь он получил мяч. Аккуратно разобрался. Под правую ногу себе. С любимой со своей позиции. Пробивает. Итак, Криштиан Роналдо стал первым пока что игроком в этом сезоне в чемпионате Италии. Который первый преодолел. Сейчас мы это еще узнаем. Вдруг там Иван Перешич. Первый преодолел. И забивает Роналдо. Дубль в сегодняшнем матче. И уже 13-й гол Криштиану. Забивает Криштиан Роналдо на минуточку. 6 мячей в последних двух матчах подряд в чемпионате Италии. Можно сказать по 2 хет-трика за матч. Он забивает. Здесь шикарно. Здесь кто брал на Инголана и левой ногой. Скорубский просто уже в ноль. 4 мяча. Теперь понятно, почему Рома находится на 13-й строчке. Теперь может она и ниже окажется там. 6 ударов даже Рома успела нанести. Но Алисон тащил. И надеюсь будет тащить. И дальше в штангу не удается все-таки игрокам Ромы пробить Алисона. И Алисон стоял на ноль против Ромы. Против своей бывшей команды. Давайте посмотрим, сколько сейвов сделали оба вратаря. 6-6 Алисон, 5 Скорубский. Ну то есть это был хороший матч. Тем более по ударам. Проведем тренировку. Ну Роналду невероятный игрок. Отлично играет. Отлично мы ему забиваем. Нет, Роналду именно только он пока что. Первый игрок, который превзошел 12 мячей и 13. За одну игру пьянь не чувствует облегчения. Перешеч не забивал. Так что это на руку, потому что сейчас выйдет Марио Манжукич. И посмотрим, что уже у хорватского футболиста получится здесь. Да я бы тебе и так Безинченко выпустил. Тут без сомнения. Потому что мне не нравится, как играет Асамо. Из него мы тогда и проиграли с Пау, там проигрывали 3-0. Ну что, Манжукич сейчас завели. Он тихонько, пока Роналду только приводил себя в форму в Ювентусе. Проходил адаптацию. Его, естественно, разозлили. Он спокойно Манжукич забивал. А здесь Роналду пришел в форму. И все, начал забивать теперь. Итак, чемпионат Италии Хэлла Саверона против Ювентуса. Итак, сегодня Марио Манжукич. Посмотрим, сколько он забивает. Потому что он теперь уже не лидер по забитым мячам. Теперь у нас новый лидер. Это Кришчано Роналду. Забил 13 мячей. И в штангу это автогол. Это автогол. Но последним мяча касался Сами Хэдира из состава Ювентуса. Но автогол Вукович уже на третьей минуте забивает в свои ворота. И Манжукич. А удар-то был хороший. В касание пробивал прямо над крестовиной мяч пролетает. И Марио Манжукич. 2-0. И это 12-й гол хорватского футболиста. Может быть он и догонит. Сегодня Кришан Роналду. Если, конечно, забьет еще один гол. А если забьет хитрик. То вообще выйдет в лидеры чемпионата Италии по забитым мячам. И станет первым игроком, который уже превзошел 14 мячей. Все реально и все возможно для Марио Манжукича, если он постарается. И Марио Манжукич не забивает, а забивает Спинозола. Отлично смог подойти к воротам. Уже в пустые ворота. Но сами Хидиры здесь, видите. Снова он хотел забить. Но потащил этот удар. Пока что не получается. Хидиры забить. Второй гол. Спинозолы в сегодняшнем матче. И Петкович уже на поле. Получает повреждение. Хюведус удален с поля. Так что теперь уже Ювентус играет в 11-й ром. Уже точно не получится. И забивает РЦ. Вот так вот уже в десятером не удалось Ювентусу хорошо отыграть. И пропускаем на последних минутах. И вот здесь вот нужно. Ой, как же это неудачно. Но все равно, друзья, победа гостевая. Победа важная. Победа с счетом 3-1. Итак, проведем тренировку. И уже у нас на дворе будет 2018 год. Роналду, кстати, смотрите, уже может скоро 94-й рейтинг получить. Свернуться, так сказать, к своей форме. Дисквалифицирован у нас Хюведус на один матч. Сейчас Зинченко поблагодарил. То, что мы ему дали возможность. 8 очков разницы. После первой половины чемпионата Италии. Лучший бомбардир Кришчан Роналду. 13 мячей. Перишеч, кстати, догнал Манджукича. Он снова забил в этом туре. Но все равно пока что лучший бомбардир до Нового года. Это Кришчан Роналду. Так, 3 сообщения. 2 пресс-конференции. И трансферный рынок у нас, друзья, открыт. Так, что у нас там по денежкам? Что там по вакансиям вообще? Челси, Манчестер-Сити, МЮ, Тоттенхэм. Главные топы английской премьеры лиги ищут себе тренеров. Но, к сожалению, я никуда не собираюсь уходить в эти ближайшие полгода. Летом уйду. Это 100%. Озил переходит в ПСЖ. Вот эта вот команда там уже выстраивается. Мое предложение. Кришчан Роналду хочет в стартовый состав. Ну, давайте сейчас мы посмотрим, что там у нас вообще по матчу будет. Ну, да, давайте против Кальяри выйдет первый состав. А вот против в кубковом матче выйдет у нас второй. Ну, что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей Хорев, канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания.